Что поможет быстрее восстановиться после праздников, болезней, повысить физическую выносливость и улучшить самочувствие? Совершенно незаслуженно забытое средство, которое улучшает работу всех органов и систем тем, что улучшает клеточное питание и ускоряет насыщение тканей кислородом. Это янтарная кислота. Представляете, в аптеке она стоит меньше билета на общественный транспорт, а эффективность и действие, как у других более дорогих разрекламированных препаратов. Об этом бюджетном чудо-средстве поговорим сегодня. Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Я Светлана Никитчук, нутрициолог и фитнес-тренер. Янтарная кислота находится в каждой клетке нашего организма. Ее соль называют субцинатом, что в переводе с латинского означает янтарь. На вид это белые кристаллы, а на вкус очень похоже на лимонную кислоту. Изначально ее получали из янтаря, но на самом деле она содержится в обычных продуктах. Квашеная капуста, брокколи, зеленый крыжовник, яблоки, виноград, вишня, семечки подсолнуха, кисломолочные продукты, мясо, сыр, устрицы. Не совсем обычный продукт. Во всем из чего сделано пиво, это пивные дрожжи и ячминь. Но рекордсменом по выработке янтарной кислоты, это на минуточку 200 грамм в сутки, стали мы с вами, вернее наше тело. Так зачем же нам принимать ее дополнительно? Ведь ее и так достаточно в продуктах, да мы и сами ее можем синтезировать. Все дело в том, что этого количества достаточно. Но когда нарастает стресс, болезни, накапливаются и усиливаются вредные факторы окружающей среды, потребность в янтарной кислоте резко возрастает. Организму требуется гораздо больше сукцината, чтобы справиться с воспалением, стрессом, вывести токсины и обеспечить адекватный иммунный ответ. Вот тогда-то и наступает самое время для БАДа янтарной кислоты. Чтобы понять важность янтарной кислоты, о которой, возможно, вы слышите впервые, необходимо понять, что она одна из самых главных составляющих в непрерывном и жизненно важном цикле Крепса. Этот цикл происходит прямо сейчас, у вас, у меня, у мужа, у детей, в каждой клетке нашего организма, а именно в митохондриях, и останавливается только при смертельном исходе. Цикл Крепса обеспечивает так называемое клеточное дыхание. Любое нарушение в этом процессе приводит к тяжелым генетическим заболеваниям. В опухолям мышц, почек и неврологическим нарушениям. Поясню. С пищей мы получаем три макронутриента. Белки, жиры и углеводы. Они многократно расщепляются и участвуют в обмене веществ. А что такое обмен веществ? Это также непрерывный процесс обмена любой клетки с окружающей средой. Так вот, цикл Крепса разрушает как сложные вещества до простых, так и синтезирует из простых сложные. Например, из аминокислот необходимые белки. Это просто универсальный цикл, в котором нет ничего лишнего, и каждый последующий этап запускает новый, этакий каскад. За счет многоступенчатых и промежуточных этапов выявляются потребности организма в том или ином веществе, либо формируются запасы для его синтеза. Для всех этих сложных процессов клеткам нужна энергия, и они ее получают из АТФ – продукта клеточного дыхания. Помимо АТФ получается углекислый газ и вода. Достаточное количество эндарной кислоты обеспечивает полноценную работу цикла Крепса, а он, в свою очередь, поддерживает энергетическую потребность клеток, анаболическую функцию, то есть синтеза необходимых организму веществ, катаболическую функцию – расщепление сложных веществ, в частности, углеводов и жиров. Это важно знать тем, кто снижает вес или только планирует это делать. Транспортную функцию цикла Крепса, а именно – помощь превращения глюкозы в АТФ. А это непросто. Основные свойства эндарной кислоты – это противовоспалительная и антиоксидантная. Ее эффективно применяют в комплексе как дополнение к основному лечению – заболевания почек, печени, претензилите, астме, анемиях и острых респираторных заболеваниях. На самом деле список огромный, и перечислить все сложно. Желудочно-кишечный тракт, поджелудочная железа, сердце, головной мозг и другие. Такие обширные и даже чудотворные действия – результат мельчайшей работы на клеточном уровне, улучшает питание клетки и ускоряет время насыщения тканей кислородом. Уже знакомый теперь вам цикл Крепса, надеюсь, и понятный. Быстро расщепляет токсины в печени и выводит их, в том числе продукты распада алкоголя. Поэтому эндарную кислоту рекомендуют после праздников или похмелья. Повышает сопротивляемость организма к бактериям и вирусам. Эдарную кислоту принимают для профилактики и сокращения периода болезни. Снижает выраженность аллергических реакций, аллергическая реакция – это не что иное, как воспаление, вплоть до опасного для жизни состояния, анафилактического шока. Нормализует сахар в крови, что важно в профилактике сахарного диабета, если вы планируете похудеть. Эдарная кислота участвует и улучшает углеводный и жировой обмен. Уменьшает раздражительность и нормализует сон. К сожалению, в жизни случаются моменты, когда без лекарств никак. Они помогают справиться с одной проблемой, но оказывают токсическое действие на органы системы. Так вот, эдарная кислота уменьшает это действие, помогает печени быстрее справиться с токсинами и снизить время воздействия в организме. Сукцинат также добавляют в лекарственные препараты в качестве активного вещества, как средство, улучшающее обменные процессы и энергообеспечение тканей, уменьшающее гипоксию тканей. Янтарная кислота незаменима в косметологии, осветляет предметные пятна, улучшает текстуру кожи и уменьшает ее воспаление. В сочетании с гиалуроновой кислотой используются и в омолаживающих процедурах. Янтарная кислота может устранить практически все недомогания человека в 21 веке. Усталость, сонливость и плохой сон, тревога, отсутствие аппетита или наоборот зажоры, проблемы со стулом, низкая работоспособность, головокружение, серый цвет лица, проблемы с кожей, а не менее рук и ног, снижение иммунитета. Существуют БАДы со схожими показаниями и действиями, но их стоимость в десятки раз больше. Таблетированная форма удобна. Добавку пьют не более 4 недель, но не менее 10 дней. Схема стандартна для всех. Одна таблетка 2 раза в день во время еды. Янтарная кислота не токсична, но не стоит увеличивать дозу и продолжительность, так как это приведет к нарушениям сна и возбудимости. По этой же причине не следует принимать янтарную кислоту перед сном. Побочные действия немногочисленные и могут проявляться в реакции гиперчувствительности, повышении секреции желудочного сока и повышении артериального давления. Противопоказания же индивидуальная непереносимость, беременность, кормление грудью, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, мочекаменная болезнь, артериальная гипертензия. Не забудьте перед применением проконсультироваться с врачом. Восприимчивы к янтарной кислоте органы, которым нужно наибольшее кровоснабжение, а значит и питание, это мозг и сердце. Так, например, ишемическая болезнь сердца проявляется реже при лечении совместно с курсами янтарной кислоты. Уменьшается отечность и одышка. Янтарная кислота воздействует на кровоток, улучшая его в сосудах, рук и ног. Благодаря этому снижаются болевые ощущения, судороги, чувство онемения и возвращение чувствительности к конечностях. Также усиливает кровоснабжение головного мозга, что улучшает память, внимание даже у здоровых людей. Когда это нужно? В периоды эмоциональных перегрузок, экзамены, большие и ответственные проекты в работе, когда степень ответственности просто зашкаливает. С приемом янтарной кислоты мы чувствуем себя гораздо лучше. Реже беспокоит головная боль и головокружение, здоровый сон и стабильно хорошее настроение. Доказано, облегчение симптомов у женщин в климактерическом периоде. Их жалобы значительно уменьшались и такие симптомы, как беспокойство, приливы, нарушения сна, усталость и депрессия стали беспокоить их намного меньше. Ссылку на исследование прикреплю к этому видео. При снижении веса янтарную кислоту используют из-за ее активного участия в обменных процессах, а именно углеводном и жировом. Выводит накопившуюся воду, уменьшая отеки. Ее благотворное воздействие на желудочно-кишечный тракт, особенно на кишечник, помогает ее стабильной работе. Как уже говорила выше, нормализует сахар в крови, что снижает уровень инсулина, который провоцирует повышенный аппетит и снижает насыщение. В результате чего желание что-нибудь съесть не покидает, а рука уже тянется за едой. Конечно, не рассчитывайте на янтарную кислоту, как основной компонент снижения веса. Пропив ее месяц, чудо не произойдет, вы не проснетесь с минусом на весах. Чудо совершаете вы, и для этого не нужно быть с определенным достатком или иметь много времени на приготовление еды. Уже сейчас вы можете оставить заявку на участие в курсе Нутрициологика, чтобы не пропустить начало и самое выгодное предложение. Ссылку оставила под этим видео, запомните ее сейчас. Ну а я, Светлана Никитчук, буду рада, если вы поставите сердечко. А я обещаю вам рассказывать еще больше полезного. Подписывайтесь и не пропустите новое видео. Пока-пока.